Продолжение следует... Еженедельник «Народная газета» рассказывает о самых популярных подарках к Международному женскому дню 8 марта. Традиционный рейтинг возглавляют цветы, ювелирные украшения и сувениры. Такую статистику отмечала одна исследовательская компания на основании платежных операций по картам 5 миллионов клиентов банков во всех регионах России в марте 2020 года. В эту пору в цветочных магазинах спрос вырастает в 6 раз по сравнению с иными периодами. Для ювелирных издений показатель увеличивается в 3 раза. Покупки сувениров совершают чаще на 95%. В среднем на приобретение цветов россияне тратят более 1300 рублей, на украшения около 6000 рублей, а на сувениры – 910 рублей. Ваня Сонин сообщает об итогах розыгрыша за подписку на любимую народку. Для участия в конкурсе были отправлены несколько сотен заявок от подписчиков со всей области. Все действие напоминало встречу старых друзей. В этом году суперприз «Электросковородку» вручили подписчице «Народной газеты» с 30-летним стажем Валентине Михеевой. Как признается сама 91-летняя горожанка-подписчица, «Сковородка» ей очень нужна. В ее семье невероятно любят блины с чаем. А вот в Ишеевке, где газета лидирует по числу подписчиков, в неописуемый восторг пришел Анатолий Мальков, когда узнал, что стал победителем новенького пылесоса. Он также является подписчиком с колоссальным стажем. Вот как и еженедельненький отзывается сам пенсионер. Я вашу газету от корки до корки читаю в обязательном порядке. Все интересно. Я также присоединяюсь к поздравлению. Раздел «Качество жизни» поднимает тему здорового питания. Однако, как известно, на правильное питание уходит достаточно много времени. После насыщенного трудового дня иногда бывает лень изобретать что-то диетическое. В таком случае на помощь приходят консервы, овощные, мясные или рыбные. Чем же они хороши, а чем плохи, читаем на страницах на ротке. Здесь же берем на заметку ценные советы о том, как правильно хранить консервы. Рядом колонка о золотой середине в правильном питании. Налегаем на овощи и фрукты, чтобы к лету снова привести свои тела в порядок после зимних зажоров. Рубрика «Будь здоров» и обеспокоена трендом среди женщин, которые спешат расстаться со своими пышными формами. Сегодня в моде небольшая женская грудь. Как отмечает психолог Евгения Лютова, желание изменить что-то во внешности бывает связано с беспочвенными комплексами, сформировавшимися из-за того, что кто-то раскритиковал внешность. Что еще заставляет женщин идти на операцию по уменьшению груди, читаем на страницах еженедельника. В заключение коротаем время за разгадыванием увлекательнейшего кроссворда и, как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах популярного еженедельника. В общественно-политической газете «Ульяновская правда» «Среди опубликованных документах правительства области я наткнулся на указ губернатора, в постановлении которого значится следующая информация обеспечить наличием дезинфицирующего коврика в ходе в помещение или торговый зал. Напомню, в Ульяновском регионе сохраняется режим повышенной готовности до 31 марта текущего года». К национальным изданиям газета «Канаш» на чувашском языке рассказывает о том, что 7 марта свой юбилей отмечает талантливая женщина, художница, журналистка, писательница, певица, рукодельница, солистка чувашского ассамбля «Полнай» Нина Никистична Играшкина. Более 20 лет она работала журналистом в редакции газеты «Канаш», однако и сегодня она поддерживает связь с редакцией. В газете нередко печатаются ее рассказы, а коллектив издания от души поздравляет свою коллегу с юбилеем и наступающим международным женским днем. Подробнее об этом в материале «Женщина, умеющая видеть, чувствовать и показывать красоту». К районным газетам еженедельник Ульяновского района «Родина Ильича». Журналист Ксюша Воронова рассказывает о том, как накануне Международного женского дня 8 марта сотрудники полиции по традиции поздравляют женщин, ветеранов, органов внутренних дел. Так, в преддверии праздника сотрудники ГИПДД поздравили Кавсарию Гаязовну Галееву, мать старшего лейтенанта полиции Радика Галеева, который в должности старшего инспектора ДПС погиб при исполнении служебного долга. Вместе с цветами полицейские постарались подарить атмосферу праздника и частичку своей заботы. Подробнее об этой теплой новости на страницах районки. Журналист старомаинских известий Ириша Копцева также продолжает тему «Счастливого материнства» в канун самого прекрасного женского праздника 8 марта. Она предлагает вниманию читателей истории старомаинки Юлии Быковой, которая рассказывает об успехах детей в своей семье. Также Копцева рассказывает историю успеха районного хореографического ансамбля «По танцуем» Дмитриево-Помрязкинской школы, который стал дипломантом третьей степени второго всероссийского фестиваля конкурса хореографического искусства «Пантера-2021», прошедшего в городе Казани. Интригующие подробности ошеломляющего успеха читаем на страницах известий. Не забываем, что речь идет о «Си». На странице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района директор района ДШИ Инна Фокина сообщает о том, что в рамках госпрограммы развития образования нацпроекта образования 26 фортепиано марки «Михаил Глинка» поступило в 25 детских школ искусств Ульяновской области. Базарно-Сызганское ДШИ также стало счастливым обладателем этого прекрасного инструмента. Основная задача всех ДШИ в нашей стране – это подготовка талантливых выпускников к дальнейшему профессиональному становлению. С этой целью с 2020 года порядка 23 миллионов рублей выделено из федерального, регионального и местного бюджетов на приобретение новых музыкальных инструментов и оборудования. Здесь же на полосе Маша Колотина рассказывает о женском и материнском счастье Кадрии Нестеровой, о том, что быть мамой двоих мальчишек – это непростой труд. Читаем на страницах нового времени. Спортивные новости региона узнаем со страницы еженедельника «Чемпион». Наш с вами любимый Саша Агапов рассказывает об ульяновской команде ватерполистов «Спартак», которые завоевали главный трофей межрегионального турнира в Оренбурге, посвященного Дню Защитника Отечества. Путь к победе оказался воистину тернистым. Глубокой ночью на трассе близ Оренбурга у автобуса, который вез наших спортсменов, сломался двигатель, и ребята фактически оказались в морозном минус 30-ти градусном плену. Несмотря на эти сложности, спортсменов из Ульяновска не оставили в беде коллеги из Базулука. Как рассказал руководитель ульяновской делегации Артур Алимов, эта неурядица нас не сломила, а наоборот еще больше сплотила, и уже добравшись до места, мы всех победили. Триумф Ульяновска – это следствие продуманных тактических решений тренера команды Михаила Каменского. Успех спартаковцев закономерен, ведь даже в разгар пандемии они не сидели без дела. Подробнее об этом в материале в Оренбург с приключениями «Домой с победой». Также о других заметных спортивных новостях читаем на страницах Вестника «Чемпион». К региональным журналам. Не могу обойти стороной февральский номер детско-юмерческого журнала «Симбик». История о снежике и горике и новогоднем чуде Славяны Бушневой открывает раздел с прозой «Сказка». В разделе «Пытливый ум» поднимается и обширно раскрывается тема растительного молока. Какие бывают виды растительного молока и как приготовить такое молоко в домашних условиях, иллюзорно и пошагово показано на страницах журнала. Исследовательскую работу выполнили учащиеся 3-го В-класса лицея при УЛГТУ номер 45. Рубрика «Мир творчества» рассказывает о самом зимнем русском художнике Константине Ионе. Тема зимних пейзажей в его творчестве занимает особое место. Даже названия картин говорят сами за себя. Это и лавра зимой, и зима Ростов-Великий, и волшебница зима, и русская зима Легачева. Художник-мастерский использовал близкие по спектру оттенки буквально белыми красками на белом фоне. От этого пейзажи выглядят очень натурально. Такое умение управлять светлыми красками, чуткое их понимание, по-настоящему удивляет и показывает уровень мастерства живописца. Раздел «Природа слова» рассказывает о фразеологизмах, как корова на льду, что означает неловкие, неумелые и неуклюжие действия, и неуверенные передвижения, и как курица лапы. Фразеологизм, который лучше всего способен изобразить неразборчивый почерк. Рубрика «Переменка» предлагает своим читателям найти двух одинаковых коровок из бешеного разнообразия, а также найти 10 отличий на стоп-кадре любимейшего мультфильма «Ну, погоди». В заключении для любимых и дорогих мам, бабушек, сестер или одноклассниц, юным творцам предлагают сделать бумажные композиции с цветами, а также в праздничную рамку вклеить фотографию с любимыми женщинами. Литература, художественный и культурно-просветительский журнал «Симбирск» рассказывает о старте года книги в нашем регионе. Также на страницах журнала читайте поэтические подборки Людмилы Копыловой, Нины Ягодинцевой, Татьяны Толоконниковой, Лидии Степановой и Светланы Алькиной. На первой цветной вкладке заслуживает внимание прекрасная репродукция «Симбирска» в акварелях Дмитрия Архангельского. Здесь и Никольская церковь, и Гончаровская улица, и Дворянский базар, и Гостиный двор, погружаясь в атмосферу начала XX века с увлечением. Следом фотографии Татьяны Семеновой-Дульской дополняют главы романа Ольги Шипак «Тар Багатай», которые с сокращением можно прочесть на страницах журнала. Журналист информационного портала управда.ру Лена Шичкова выясняла, какие цветы больше всего любят женщины в праздничный день 8 марта. Большинство считает, что самый популярный цветок в этот праздник – тюльпан. Как говорит хозяйка флористической мастерской «Майский жук» Виктория Галимзянова, дарить его – это своего рода традиция. Не менее популярными и символичными являются мимоза и сухоцветы. Также цветоводы предлагают альтернативы других весенних цветов. Например, букет из гиацинтов будет излучать аромат сирени, нежнейшие ранункулюсы, прекрасный аналог пионов, а тоненькие лепестки анимонов – почти как юбочки балерин. Также можно подарить и собранный букет. Выбор цветов сейчас очень большой. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах улправда.ру и медиа-73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова